Я решительно против каких бы то ни было сворачиваний практических контактов с Украиной и по атомным делам, не только по поставкам нашего топлива, потому что там сразу появится топливо Вестингхаус и появятся риски на самом деле класса Чернобыля. Потому что три попытки, которые применялись, одна в Чехии, одна, две у нас, ну на Украине, не у нас, а на Украине, они на самом деле к предкатастрофическим ситуациям приводили. Из-за того, что физико-механические свойства и геометрия совершенно иная, там возникали такие проблемы, что не дай бог на самом деле. И еще неизвестно, как выходили из них, с какими потерями. В части газа, ну конечно мы же объективно заинтересованы, 80 миллиардов кубометров, их сейчас никуда не спрячешь до 2018 года. Они в Европу идут исключительно через Украину. Да ну можно чуть-чуть уменьшить, чуть-чуть увеличить, но принципиально. Следовательно, мы объективно не заинтересованы ни в каких конфликтах по этой части. Дальше мы же в любом случае останемся соседями, даже если, допустим, они какое-то время к нам недружески будут относиться, ну их верхушка, их, допустим, власть, то это не отменит нашего географического соседства. Следовательно, мы заинтересованы, чтобы у них там не было, в том числе и социальной катастрофы, потому что, ну полмиллиона беженцев к нам пришло, и это уже довольно трудно, это же не просто так, это требует дополнительных усилий, это серьезная на самом деле нагрузка, в том числе и на налогоплательщиков страны. Мы объективно не заинтересованы в том, чтобы там на самом деле рабочие места исчезали, чтобы конфликт продолжался. И дальше моя точка зрения была, и сегодня она такая же, европейцам я многократно говорил, что надо пытаться как можно больше практических совместных проектов, причем поскольку сами украинцы сейчас, наверное, с нами, ну власть их, договариваться им будет чрезвычайно тяжело, то есть они неадекватно и необъективно воспринимают ситуацию, то тогда надо все время вот такие тройственные соглашения, где интересы Европы и России совпадают, а в энергетике они точно совпадают, а не просто объективно взаимодополняющие системы. Это касается и вот того самого консорциума тройственного, это касается на самом деле и атомной энергетики, потому что там не только поставки топлива, а Харьков он делает частично для атомных наших этих станций, блоков, ну турбины делает, Сименс поставляет автоматику, то есть есть такие проекты, которые наоборот надо изо всех сил расширять. Вся территория, через которую труба идет, она во всех вариантах будет проходить через Украину, отделятся, не отделятся от нее западные территории, заберет их кто-нибудь, это на самом деле не поменяет принципиально того, что придется договариваться с таким правительством Украины, какое оно есть, потому что объективно и мы, и Европа все равно никуда не денемся от транзита этого 80 миллиардов или там большего количества объемов газа в Европу. У России бюджет в значительной степени повязан. Санкции там всякие, это на мой взгляд в энергетике ерунда, а вот если действительно серьезные проблемы с транзитом этих 80 миллиардов начнутся, это уже не ерунда, это, думаю, существенная часть нашего бюджета. Поэтому все, кто по этой цепочке будет, со всеми надо работать, сотрудничать. Еще раз фиксирую, что поскольку нам, по-видимому, трудно будет со многими из них работать, надо максимально подключать Европу, поскольку все равно основным, основным, ну вот когда начинаешь совершенно откровенно обсуждать, в том числе и с депутатами, а кто даст деньги Украине на восстановление? Ну вот надеемся, что все-таки такая стадия так или иначе наступит, да, восстановление там разных территорий Украины. Кто их даст? Реально есть у Германии и у России деньги. Никакая там, ни Соединенные Штаты, ничего, они серьезного в это не вкладывают. Забрать трубы, это да, там вложить какие-то большие деньги, они и не собираются. Ну, следовательно, уж по крайней мере, Европа, которая будет вкладываться, в частности Германия, определенные условия это может выдвигать при этом.